Давайте. Как вам удается придумывать тот захватывающий сюжет и неожиданные концовки? Вы читаете криминальные хроники, как Достоевские, или это плод вашего богатейшего воображения? Вы знаете, наш опыт подсказывает, что криминальная хроника, во всяком случае современная криминальная хроника, вряд ли может быть достаточно интересна для читателя детективного романа. Ну вот, криминальная хроника нынешних российских времен, она звучит примерно так, что после совместного распития спиртных напитков на кухне гражданин Иванов нанес несколько ударов кухонным ножом гражданину Петрову на почте внезапно возникшей неприязни. Конечно, когда ты из этого хорошего, интересного, яркого детектива не выцепишь, не выдумаешь. Поэтому, конечно, мы следим за тем, что происходит в жизни и по хронике газетной, и по своим личным встречам, разговорам и так далее. Но наш творческий метод, я бы, например, определил так, что это попадание обычных, нынешних людей в необычные, зачастую криминальные или приключенческие такие ситуации. Вот один из моментов, этого не было, ничего подобного не было в нашем романе, ну просто как иллюстрация. Красивая современная девушка-москвичка идет по городу и вдруг в водосточной трубе видит красивый бриллиант. Она его поднимает и тут начинаются разного рода приключения. Спасибо. Коротать приятный зимний, летний, осенний вечер. Им все-таки хочется читать о каких-то таких базовых чувствах. Месть, ревность, какие-то ограбления громкие. Поэтому, поэтому, в общем-то, на 80% это все наша фантазия. Но, безусловно, конечно, мы читаем хронику и мы что-то интересное обязательно стараемся в своих произведениях использовать. Спасибо. Для детективного романа, к счастью, к сожалению, такой способ, конечно, неприемлем. И детективный роман – это ведь своего рода кроссворд. И для того, чтобы кроссворд был красивым, таким стройным, симметричным, как вот я в своей журналистской, так сказать, юности занимался в том числе и тем, что составлял кроссворды. Как это делается? Берется сетка кроссвордная, пустая, да? Сначала туда вписываются ответы, а потом к ним придумываются вопросы. Вот написание детективного романа этому вполне можно уподобить. То есть ты сначала знаешь ответ, ты знаешь, кто и почему убил, а потом тебе надо достаточно изощренно, чтобы раньше времени никто не догадался, и вписать, так сказать, вопросы. Поэтому ответ строго нет. У нас герои нам повинуются, и они ведут себя именно так, как мы им повелеваем себя вести. Да, как говорил еще один писатель, я уже, не знаю, наверное, все-таки русский писатель, Николай Васильевич Гоголь, как он говорил своему сыну Андрею, «Я тебя породил, я тебя и убью». Вот, ну, герои-то наши, мы их придумали. Но, Сереж, согласись, все-таки иногда мы даем им чуть-чуть свободы, малую толику. Чуть-чуть свободы, да, безусловно. Особенно, да, особенно, когда это касается симпатичного злодея. Ведь симпатичный злодей – это, ну, один из ключевых, если не самый ключевой герой детективного романа. И если изначально вот в этом кроссфорде написано «арестован» или «погиб», ну, вот эту графу мы часто, ну, бывает, что мы смягчаем. Мы даем особо обаятельному злодею убежать, например, в Париж, и там затаиться. Но только если, конечно, он не делал каких-то совсем жестоких и кровавых поступков, этот злодей. Или вот у нас есть роман «Брат ответит», и там в роли злодея выступает обаятельнейший человек, который старший брат тянет на себе младшего с расстройством аутического спектра, и маму-алкоголичку. И он попадает в такую историю, что он совершает серьезные преступления. И, ну, вот как-то вот изначально, да, было так придумано. Но потом, вот, ну, просто чтобы хоть как-то его оправдать, придумали, что вот он попал под влияние нехороших людей, и это они его втянули. Ну, то есть, конечно, какие-то маленькие изменения в возможности. Ну, Анечка, ну, ты напрасно совершенно рассказываешь, что будет переведен роман на французский язык тоже, а люди уже будут знать, в чем там было дело. Да, давайте это вырежем. Понятно. А теперь вопрос, который задают, наверное, всем с автором. Каким образом вы делите работу над книгой? Кто-то из вас придумывает сюжет, кто-то пишет, или же у вас есть какие-то другие способы разделить работу? И бывает ли, что вы не согласны по поводу сюжетной линии? Ну, ну, смотрите, мы не то чтобы изучали, но так посматривали, как работают разные соавторы в истории, так сказать, мировой литературы, как они трудились. Например, я знаю, что замечательные французские братья Ганкур, у них была система, насколько я не путаю, работы такая, что каждый писал одну и ту же сцену, один и тот же эпизод, а потом они на основании этих двух текстов выбирали лучшие моменты. Несколько иначе работали тоже французские авторы, очень популярные у нас в стране, Анна и Серж Галлон. Там Серж, он в основном отвечал за такое историческое наполнение, в основном ходил по архивам, по библиотекам и, так сказать, выстраивал историческую конву, а придумывала и писала все Анна Галлон. Ну вот, наши соотечественники, братья Стругацкие и Ильфа Петров, они сидели в комнате вдвоем и вдвоем творили, придумывали каждое предложение. Ну вот, у нас, в свою очередь, ни с кем из этих соавторов не похожа система работы. Она как-то немножко менялась все время в течение нашего совместного труда. Но сейчас больше выглядит таким образом, что вначале мы придумываем сюжет, достаточно плотно, подробно пишем план будущего романа, а потом как бы его распределяем первую, третью, пятую и так далее. Главы пишет Аня, а Сергей пишет вторую, четвертую, шестую. Что-то так. Но тут хотелось бы добавить, что мы с Сережей родные брат и сестра. И при том, что Сережа взрослее, не побоюсь этого заявления, умнее и образованнее, все-таки что-то генетическое, одинаковое, похожее у нас с ним есть. Вот сейчас, да, мы когда уже имеем готовый план, мы работаем в своих разных берлогах. Но раньше у нас был офис. И обычно график работы был такой, что Сережа приходил с утра, работал плотно до обеда над произведением, потом у нас был обед, как бы пересменка, план есть, Сережа потом уходит. Я сажусь за компьютер, открываю файл с романом, и там написано, он увидел что. И вот в этот момент, как раз, оказывается, я приходила, и не написано, что он увидел. Я продолжала с этого же места, и никто никогда не мог, и я так думаю, до сих пор не может определить, какой участок написан Сережей, какой написан мной. Я даже могу раскрыть такую небольшую тайну, что иногда у нас в произведениях есть кухи текста из-за женщин. И женщины попадают в какие-то сексуальные моменты и описывают свои сексуальные ощущения. И вот фраза, которая есть в одном из наших романов, «Мои соски напряглись», она написана Сергеем, а не мной. Очень интересно, спасибо. А если возвращаться к роману «Дата собственной смерти», то в нем детективная линия очень изящная, и в какой-то момент разгадка, она находится в закрытом пространстве. Скажите, пожалуйста, а сложно ли искать и придумывать оригинальные ходы, когда условия даны достаточно классические? Ну, вот так называемый герметичный детектив, когда узкий круг подозреваемых, и все происходит в одном замкнутом пространстве, наверное, это один из самых сложных и тяжелых видов детектива, поэтому тут, конечно, надо совершить такие мысленные кульбиты, чтобы более или менее нормально и интересно его подать. Ну, на самом деле, это и очень интересная задача, потому что это своего рода челлендж. Когда все сидят в одной комнате, ну, сложно же, да, там... Ну, действительно сложно придумать что-то новенькое, потому что только Агата Кристи, наверное, написала больше 50 романов именно, ну, вот в такой атмосфере. И поэтому мы это воспринимаем для себя как челлендж, чтобы сделать интересно и необычно. И всегда, кстати, радуемся, когда у коллег и конкурентов получаются, ну, тоже очень интересные разрешения вот в подобных герметичных детективах. Возможно, именно поэтому говорят, что вы в какой-то мере переосмыслили самый жанр детектива и создали новый русский детектив. Скажите, вот каковы, на ваш взгляд, новые критерии жанра, которым создали вы? Мне кажется, что самый основной критерий, Сережа уверенно согласится, со мной сформулировал русский писатель Михаил Булгаков. Он говорил, что героя нужно обязательно любить. Если не любить его, то вы получите крупнейшие неприятности. Это не точная цитата, но смысл такой. А вот когда криминальный жанр, он вообще в Советском Союзе был как-то неразвит, неразвит, потому что существовала в советские времена определенная квота. То есть, я так понимаю, Сережа лучше это дополнит. Можно было выпустить в год только 2-3 детектива. И все. Все остальное было невозможно. И когда в 90-е годы хлынул поток новых русских авторов, конечно, за работу взялись люди, которые не имели понятия о том, как написать. И главное, появилось много людей, которые, не скрывая, говорили в своих интервью, что мы ненавидим жанр детектива. Для нас этот способ заработать деньги. Мы хотим писать серьезную литературу, а детектив для нас это, ну, просто раз покупают, мы пишем. И я уверена, точнее, я точно знаю, что никого из этих авторов сейчас не осталось, потому что читатель всегда чувствует, когда ты героя не любишь, когда ты к нему снисходителен, когда ты просто, ну, выполняешь какую-то скучную работу. Нужно героя любить, и нужно проживать его жизнь. И там, когда героине плохо, и если ты тоже заплачешь, в этом нет ничего такого. Это нормально, это сделает роман только лучше. Ну, вот я бы сказала, это первый критерий. Второй критерий, что нужно всегда знать, чем дело кончится, и у преступника или преступников всегда должна быть мотивация. То есть он не может убивать только потому, что ты ему не понравился. И, не знаю, ну, например, тоже, что касается наших детективов, мы практически не используем маньяков, потому что, ну, согласитесь, маньяков, во-первых, слишком много, во-вторых, в реальной жизни, ну, слишком мала вероятность, что вы встретитесь с маньяками. Поэтому у нас это обычно преступники, это нормальные, похожие на нас с вами люди, которые вот попали в необычную ситуацию. А четвертый критерий, это нужно следить за русским языком нормальным, то есть уметь писать по-русски, причем не очень сложно, избегая сложно подчиненных предложений. Но при этом держать марку мы очень гордимся с Сережей, что на факультете журналистики МГУ, где я когда-то училась, до сих пор на уроках русского языка в качестве диктантов используют отрывки из наших произведений. Это очень приятно, потому что когда нам диктовали, нам в основном диктовали Достоевского. Ну, а пятый критерий... Сереж, у тебя есть пятый критерий? Ну, я бы еще добавил следующее, что почему мы вообще читаем книги? Как правило, почему, если это не какая-то обязаловка, да, или... Интересно, что будет дальше. Тебе интересно, что будет дальше. Поэтому важнейшим пунктом в нашей работе закрученная интрига. Закрученная интрига – неожиданное происшествие, которое происходит с героями на протяжении всего пространства романа. И еще, конечно, вспоминаются голливудские мастера, которые говорили, что если вам нужен хороший фильм, вам нужен хороший злодей. Поэтому придумать, создать такого злодея, который был бы, с одной стороны, хорошим в том смысле, что он должен быть обаятельным. У злодей тоже есть свое такое отрицательное обаяние. Так вот, этот злодей должен быть а, обаятелен, а, б, достаточно страшным, и достаточно злодеем. Ну и потом уметь хорошо маскироваться, чтобы читатель раньше времени его не разоблачил. Скажите, пожалуйста, у вас есть любимые французские детективы в литературе или, может быть, в кино? Да, конечно, есть французские детективы. Анечка вот упоминала о том, что ведь жанр детектива, я рос в советской стране, в Советском Союзе. Жанр детектива для советских людей, он был, ну, таким, достаточно табуированным. Достаточно сказать, что в 1934 году на Первом съезде советских писателей наш автор, великий Максим Горький, говорил, что детективный роман создается в буржуазных государствах для того, чтобы отвлекать рабочих от борьбы за свои нужды. И этот роман, он приучает людей козлу. Поэтому по определению в советской стране с детективами было плохо. И оттепельное время, да, оно характеризовалось в том числе тем, что в 1956 году в журнале «Юность» вышел первый советский детектив, в котором работали расследователи, следователи, милиционеры, которые раскрывали преступления. И, конечно, на этом фоне детективы французские, которые допускались, но все-таки с трудом, но все-таки допускались в советское время, это были такой отдушиной. И, конечно, все, и мы в том числе читали Жоржа Семенона и с большим, с огромнейшим интересом смотрели фильмы французские детективные. Ну, достаточно вспомнить, например, я помню, на одном из международных кинофестивалей привозили такой фильм, как «Полицейский пистолет, питон 357». И я тогда даже не знал фамилий этих артистов, а там мы играли Монтан и Симона Синьяре, но какое же на меня впечатление произвел этот фильм. Ну, или фильм «Сицилийский клан», например, где прекрасно действуют Джан Габен и Аллен Далон. Тоже, конечно, это незабываемое впечатление. Ой, ну, а я вот не могу не упомянуть, это не совсем, конечно, детектив, но это потрясающе. Александр Дюма, отец, Сереж, ну как ты мог забыть о том, что я все детство изводила тебя этими тремя мушкетерами, что мы постоянно играли в мушкетеров, что я перечитывала, ну, самих мушкетеров, наверное, раз 20, а прочие ключевые романы Дюма, ну, минимум там по 10. «Графа Монте-Кристо» я до сих пор перечитываю сейчас, поражаясь тому, насколько великолепно там выстроена интрига и насколько, ну, насколько вообще вот простая история, кстати, да, взятая из жизни под руками мастера превратилась в абсолютно гениальный роман. А и, конечно, соглашусь с Сережей по поводу Жоржа Семенона. Я помню, я готовилась в университет и читала много, была вынуждена читать много классики, и моя преподавательница, если я писала хорошее сочинение, она мне из своей библиотеки доставала Семенона и давала такой бонус. И вот я только что замученная, мне казалось, что я больше не открою книгу, потому что я целыми днями занималась, я хватала этого Семенона и сидела еще полночи и читала его с огромным удовольствием. Ну, и наш современник, Жан-Кристоф Гранже, я мечтаю с ним встретиться, выразить ему свое личное уважение, взять автограф. Вот я знаю, что кто-то считает его слишком трававым, но на мой вкус это абсолютно гениальный, потрясающий, с удивительным воображением автор, и я буду просто вот очень-очень счастлива, если когда-то мне удастся выразить свои слова восхищения ему лично. Спасибо большое. Спасибо, Анна, спасибо, Сергей. Спасибо вам, дорогая Надя, спасибо издательству МАША за такой замечательный сеанс связи. Субтитры создавал DimaTorzok